Вы только посмотрите, какое довольное лицо висит на этой доске почёта. Думаю, будет весело, если я это лицо немножечко улучшу. Девчонки, смотрите, какая красота получается. Не одобряем. Обернись. Ой, мистер Квентин, это не то, о чём вы подумали. Да нет, это именно то, о чём я подумал. Хотите рисовать? Тогда делайте это в челлендже. Добро пожаловать на Парара. Видите этого милейшего рыжего котёнка? Какой же он пупсик! Он станет другом того, кто сделает его лучший портрет. Я бы на вашем месте поторапливался, потому что время уже пошло. От нового друга я бы не отказался. Правда, жидкими конфетами я ещё никогда не рисовал. Надеюсь, получится. Да уж, рисовать конфеты это непросто. Но, кажется, у меня получается. По-моему, это какая-то мазня. Да уж. Сейчас я покажу, как нужно рисовать жидкими конфетами. Но для начала, почему бы мне её не попробовать? Ой, как кисло! Но вкусно! Хочется ещё. Да, надо мне тоже попробовать. Ой, и правда кисло. Ладно, нужно думать не о еде, а о моём будущем рыжем друге. Да с таким рисунком он тебе точно не достанется. Не суди раньше времени. Эта надпись вот-вот превратится в миленького котёнка. Ничего себе! А я и не знал, что так можно. Ребята, кому-то из вас очень повезёт. Котик просто милашка. О, а вот и настало время показывать ваши работы. Как вам мой шедевр? Рыжик, не смотри. Это ужасный рисунок. Джилл, конфетами надо было рисовать, а не есть их. Мимо! А как вам моя работа? Вот это совсем другое дело. Рыжик, мы нашли тебе нового друга. Я уверен, что вы с Эн подружитесь. Давайте скорее мне этого малыша. Какой же он классный! Так бы и тискало его весь день. Мой хорошенький, хочешь погулять? Какой же он милаха! Я бы с ним всю жизнь играл. А ну верните, это мой котик. Ребята, в этот раз кому-то из вас достанется очень дорогой подарок. Да-да, и это новенький айфон. Торопитесь, потому что время уже пошло. Я бы хотел себе новый айфон. Ого, какой интересный способ рисования. Кажется, такая техника называется гротаж. Когда я был маленьким, я уже рисовал вот так. Но это было давно. Ой, сломалась. И что мне теперь делать? Надо что-то придумать. О, а может в кармане есть что-то подходящее? Да уж, мусора тут многовато. Это не подойдет, и это тоже ничего полезного. Хотя, есть монетка. С ее помощью я и закончу свой рисунок. Осталось дорисовать мельчайшие детали. Вот так. Мой рисунок становится еще ярче и красивее. Та-дам! У меня все готово. Джилл, а ты чего смотришь? Лучше бы свою работу делала. Да запросто. Я прекрасно рисую. И у тебя не останется никаких шансов на победу. Готово. Получилось почти ровно и почти идеально. Вообще-то это не так просто, как кажется на первый взгляд. Да уж, стоит признать, что рисовать с помощью обычных красок нравится мне куда больше. А так у меня получается какая-то кривая ерунда. Да уж, Энн, по-моему так себе рисунок. Ну что, ребята, время вышло, показывайте свои работы. Хочу скорее их увидеть. Энн, извини, но это и правда ерунда. Получилось криво. Да уж, так криво нарисовать надо еще постараться. Ого, а у Квентина работы лучше. Поэтому я их быстренько подменю. А вот моя работа, как вам? О, Джилл, ты меня приятно удивила. Я в полном восторге. Тед, прошу. Да, смотрите, я очень старался. Маловато старался. У Джилл куда лучше. Что? Лучше? Ах так? Подменять работы это не честно. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Лучше поздравь. У меня теперь новенький айфон. Интересно узнать, какого он цвета. Что? Но это же не айфон. Забавно вышло, не правда ли? Прими мои поздравления и звони почаще. В этот раз кому-то из вас достанется эта шикарная кукла. И зачем она мне? Забыл сказать, что это не совсем обычная кукла. Ее платье – это вкуснейший тортик. Хоть берите слюнки и приступайте к работе. Жвачками я еще никогда не рисовала. Странный способ. Но зато я смогу насладиться их вкусом. Как же прикольно тянется. Слопаю-ка я все и сразу. Насладиться жвачками и правда можно. Поймал. Какая вкуснятина. Но вообще сегодня я планирую наслаждаться не только жвачками, но и тортиком. Поэтому пора приступать к работе. А по-моему, рисовать с помощью жвачек – это интересно. Что? Я и правда так думаю. Я из жвачки умею не только пузыри надувать, но и выделывать самые разные узоры. Так что сделать силуэт этой милой куклы у меня уж точно получится. Ничего себе! У тебя и правда неплохо получается. Ага. Главное – получать удовольствие от создания. Тогда и картина будет ого-го. Вот тебе и ого-го. Да уж, очки тебя еще никогда так не подводили. Теперь попробуй оторви их. Ну вот, у меня теперь и очки испачканы, и картина испорчена. Ну что за день такой? Что за невезение? Ребята, пора закругляться. Время вышло, показывайте свои рисунки. Энн, начнем с тебя. Смотрите, я очень старалась, правда. Как круто! На самом деле нет. У тебя получилось ужасное платье. Джилл, показывай, что сделала ты. Ну как вам? Неплохо, но могло быть и лучше. Тед? Ну уж нет. Это точно никуда не годится. Да, а по-моему, похоже. Все работы, конечно, так себе. Но лучшее, пожалуй, у Джилл. Так что этот вкусненький тортик достается именно ей. Получай. Ура! Наконец-то я выиграла. Я как раз успела проголодаться, так что пора съесть эту громадину. Жаль, что ты такая жадина и не хочешь поделиться с друзьями. Просыпайся, Тед, время следующего раунда. В этом раунде кто-то из вас станет счастливым обладателем кейса с самой разной косметикой. Класс! Ерунда. Приступайте к рисованию, время пошло. Я бы от такой косметики точно не отказалась. Так что нужно постараться. Я просто обожаю косметику. Она должна стать моей. Нужно придумать какой-нибудь оригинальный способ. Да, есть идея. Для начала нужно натереть мелки на терке. Так у меня получится несколько кучек с цветной пыльцой. А дальше я раскидаю их по контуру кейса и таким образом его закрашу. По-моему, очень оригинально. Но это еще не все. Тертый мелок нельзя оставлять таким. Теперь его нужно накрыть бумагой и прогладить утюгом. Джилл права. Нужен какой-то оригинальный способ. И у меня тоже появилась идея. Итак, мой план таков. Я размешаю мел в стаканчике с водой. Таким образом у меня получатся краски. А ими разукрашивать гораздо удобнее и быстрее, а главное красивее. Вы только посмотрите на это. Получается очень даже симпатично. О нет. Эн, из-за тебя я отвлеклась и теперь мой рисунок испорчен. Я просто его прожгла. Прожгла? Значит, теперь кейс точно будет моим. О, нет. Какой кошмар. И что же теперь делать? Я так хотела получить эту косметику. Да, приз действительно очень достойный. О, время вышло. Джилл, это еще что за пятно? Нет, на кейс совершенно не похоже. А я до последнего надеялась. Эн, ну могла бы хоть немного постараться. Зачем так портить лист бумаги? Ну вот. Тед, браво. Как ни странно, у тебя получился лучший рисунок. Поздравляю, косметика теперь твоя. Да я вообще ее не хотел. И что мне с ней делать? А может ты меня накрасишь? Почему это только тебя? Я тоже хочу. Точно. Есть у меня одна мыслишка. Девочки, готовьтесь. Сейчас я сделаю из вас настоящих леди. Какая красота. Вас просто не узнать. Видела бы ты себя, Энн. Ага, а ты себя. Что? Погодите-ка. Какой кошмар. Зачем так издеваться? Пожалуй, я тоже посмотрюсь. Какой кошмар. Да ладно вам, девчонки. Уже и пошутить нельзя.